Работы по строительству Международной академической школы Одесса на завершающем этапе. Уже 1 сентября образовательное учреждение, у которого нет аналогов в Украине и Европе, распахнет свои двери для более чем тысяч учеников первых 11 классов. Светлые просторные аудитории, киноконцерт, холл, школьное кафе, вместительный универсальный спортзал, два бассейна. Инициатор строительства, почетный гражданин Одессы и Одесской области Сергей Кивалов подчеркивает, обучение будет доступно каждому жителю региона. Ни одна школа в Украине не имеет таких условий, которые будут у учеников инновационной школы на Академической 30. Убедилась в этом и руководство города, побывав сегодня на объекте. Наши корреспонденты продолжат тему. Международная академическая школа Одесса уже в новом учебном сезоне готова распахнуть свои двери и принять 1100 учеников первого 11 классов. На завершающей стадии работы по отделке учебного корпуса, аудитории, спортивный зал, два бассейна, киноконцерт, холл выполнены по самым современным технологиям. Набор будем делать в этом году. Вот сейчас обсуждаем вопросы, связанные с подбором преподавателей. Ну и, естественно, будем записывать сюда и учеников. В самом разгаре составление учебных планов, в которых будут учтены возможности инновационной школы будущего. Этому было посвящено выездное заседание с участием руководства города и инициатора строительства общеобразовательного учреждения, почетного гражданина города Одессы и Одесской области Сергея Кивалова. Владыка подчеркнул, когда здесь была школа будущего, и мы поддерживаем, что это школа будущего. Она будет и уклон иметь, все спрашивают, с каким уклоном. Хорошим уклоном будет, кто захочет, после занятий, вне классовое обучение, то есть факультатив, все, что связано с обучением духовным, оно будет именно в этой школе. Потому что мы построили вначале храм, а от храма, как вы видите, как крылья идут, классы. И Одесса все-таки большинство православных здесь, но это не значит, что здесь будут учиться только православные. Здесь будут и иудеи учиться, и мусульмане учиться, и другой вероисповеданий. Сегодня, несмотря на сложную ситуацию в мире, эпидемия, пандемия коронавируса и спад экономический, или только начало того, что мы увидим, дай бог выйти нам из этой пандемии. Но, тем не менее, огромное спасибо, Сергей Алексеевич, вам, вашей команде, за то, что, несмотря ни на что, вы продолжаете строительство, продолжаете, не закрыли, не остановили, и продолжаете создавать сегодня качественные условия для получения знаний одесскими школьниками, одесскими детьми. Это очень важно. Сегодня мы с вами делаем, я думаю, что первое в Украине. И мы обязательно это сделаем. Пример партнерства, муниципального партнерства и частного. Мэр Геннадий Труханов отметил также важность создания подобных социальных объектов на фоне безответственного поведения некоторых бизнесменов. Сегодня в Одессе строительство процветает, но строят зачастую, забывая о социальной инфраструктуре. Причем речь не только о спортивной или культурной сфере. Возводят жилые комплексы без парковок, спортивных площадок, детских садов. По словам мэра, такие инвесторы и благодетели должны хорошо подумать о том, что создают в городе. Ну, я рад, что Сергей Васильевич пошел в другом направлении. Высотки не строит, зато построил систему образования. Высшую школу сегодня, это начальная школа сегодня, это среднее образование. То есть, вот все в комплексе. Я уверен, что и дети, наверное, будут, и дошкольные какие-то учреждения в перспективе. Наверное, все-таки надо этого коснуться, чтобы была вот такая цепочка, целая цепочка образовательная. И спасибо вам за то, что действительно сегодня, несмотря ни на что, вас волновала всегда система образования, и вы остаетесь верным своему выбору и своим каким-то приоритетом в жизни. Не свернули вы с этого пути в жилое строительство, строительство коммерческих метров и наживы какой-то. А если бы кто нас видит, будет обратить на это внимание, будем благодарны. Но я думаю, сегодня таких людей практически нет в Одессе. Школа будет самой большой в стране. Площадь учебных классов составит около 10 тысяч квадратных метров, а общая площадь четырехэтажного комплекса – порядка 17 тысяч. Высота потолков в учебных классах фактически 4 метра, что позволит ученикам чувствовать себя свободно и комфортно. При осуществлении не имеющего аналогов проекта в Украине и Европе применяются самые передовые мировые технологии. На крыше школы установлено крупнейшее в стране поле солнечных коллекторов. 105 коллекторов австралийского производства позволят обеспечивать весь комплекс теплом, круглый год. В солнечные дни будет работать гелиосистема, а при затяжной облачной погоде нагрузку примут тепловые насосы. Всё вместе это создаёт уникальную систему – тепловой пункт, который сооружён по принципу умного управления. Школа будущего также имеет свою собственную газовую 12-модульную котельную. Оборудование из Германии и Италии предусматривает защиту противоаварийной и противопожарной систем сигнализации. Сегодня главными вопросами является подбор преподавательского состава и обеспечение финансирования для функционирования школы. «Это совершенно новое качество образования, совершенно новые условия, которые сегодня мы планируем предоставить детским школьникам. И условия спортивные, образовательные. Я вижу, что это школа нового уровня. Это мы можем прямо отнести, вот как раз сейчас актуально говорить о новой украинской школе, где создаются, мы видим, и партия сегодня соответствует новым требованиям, и комнаты отдыха в начальной школе, которые должны быть в начальной школе и в младших классах. Все сделано по самому современному, по самым современным требованиям, и образовательным, и санитарным. Все, что можно было, все сделано. Я вижу, что здесь и светлые, и просторные классы, высокие потолки, освещение, которое сегодня мы видим, насколько светло в классе. Все сделано по последнему слову техники. Я думаю, что это будет хорошее подспорье нам всем в системе образования города, потому что с открытием школы мы надеемся на то, что она, и надеемся, и знаем, что она будет заполнена. Это разгрузит ближайшие школы, на что мы, потому что они переполнены у нас. Это создаст условия для занятий спортом. Посещению объекта предшествовала рабочая встреча в мэрии. По словам почетного гражданина города Одессы и Одесской области Сергея Кивалова, сегодня нужно говорить о школе не просто, как об исключительно образовательном проекте. Серьезное внимание будет уделено духовному, физическому и творческому воспитанию. Спортивный потенциал учреждения может и должен быть использован на благо города. Актовый зал сделали на тысячу мест. Там будет актовый зал. Ну и кафе, школьное столовое. Ну и самое главное, вот этот спортивный весь комплекс, он соединен переходами со школой. И вообще думаю, что город составит договор, чтобы использовать этот спортивный комплекс для города. Потому что и школа для города, это же не только для Приморского района, а, наверное, для города, чтобы она использовалась и как школа, и использовалась спортивный комплекс для всех, кто будет иметь такое желание. Городская власть, безусловно, заинтересована в том, чтобы в городе появился современный и качественный объект образовательной и спортивной инфраструктуры. К слову, Геннадий Труханов так и не вспомнил, когда в истории Одессы на уроках физкультуры преподавали плавание. Что касается использования спортивной инфраструктуры, в данном случае бассейна, который в городе нет. В городе нет бассейна такого общеобразовательного, системного образования, в котором мы могли бы проводить уроки не просто плавая там, в плане отдыха, а заниматься плаванием для ввести уроки физкультуры. Если это приемлемо, и это будет как-то укладываться в расписание, мы должны отрегулировать расписание, какие часы и как, конечно, можно рассмотреть вопросы, и нужно рассматривать вопросы совместного участия, софинансирования, оплаты и так далее. Как только будет получена лицензия, она тоже получается в области, автоматически их включают в финансирование. Вы будете получать лицензию через наш ЦНАК в областном департаменте образования и сразу включают их в схему финансирования, запрашивая штатное расписание. Руководство города отмечает, Национальный университет, Одесская юридическая академия и Международный гуманитарный университет уже много лет являются примером качественного образования. Здесь созданы все условия для учебы и всестороннего развития студентов и, как результат, подготовки высококвалифицированных и востребованных специалистов. Этот опыт авторы проекта воплощают и в Международной академической школе Одесса.